Сегодня одна из активно обсуждаемых тем — предстоящее наступление ВСУ. Можно запутаться, кто и сколько танков передал Украине, и приехали ли они уже вообще, как и все дела с самолетами. Эксперты называют разные сроки и направления наступления. И это на фоне застывшей линии фронта и тяжелых сражений у Бахмута. В общем, все пытаются разобраться, что может сделать Украина в рамках весеннелетней кампании, и что ей смогут противопоставить российские генералы. Но для начала надо разобраться, в каком состоянии находятся противники и какие у них главные проблемы сейчас. В этом ролике мы попытались собрать всю адекватную информацию, которая имеется в доступе. Мы старались абстрагироваться от пропагандистской информации, но искать реальные источники, чтобы понять положение дел. Давайте вместе попробуем разобраться. Прямо сейчас российская страна сжигает последние ресурсы своего наступления у Бахмута и Авдеевки. Можно сказать, что российское наступление в целом провалилось. Российские войска не смогли прорвать линию обороны ВСУ. Не смогли хоть как-то сдержать украинские силы и сорвать планы Киева по будущему наступлению. В ВСУ удержали фронт под Купянском, Лиманом, Бахмутом, Авдеевкой и Углидаром. Все российское наступление свелось к продвижению метр за метром у Бахмута и Авдеевки. Остальные российские наступательные действия – это вспомогательные удары. Они нужны, чтобы вынуждать украинскую сторону распределять силы по всему периметру обороны. Чтобы ВСУ попросту не могли перебрасывать резервы и дополнительные ресурсы вместо самых жестоких и важных боев. Речь, например, о Бахмуте и Авдеевке. Там самые важные бои. И там они идут за каждую посадку, каждый окоп и каждый дом и здание каждого цеха в промзонах. Российской стороне критически не хватает ресурсов артиллерии. Она же не может, например, взять и сразу сравнять с землей бетонные сооружения на линии фронта. Их приходится штурмовать силами пехоты и техники. В прошлом месяце весь мир облетели кадры, как российская бронетехника подрывалась на минах под Углидаром. А 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота понесла страшные потери, чтобы разминировать лишь часть полей под Углидаром. Во время боев за этот крохотный город в сеть облетело видео, как экипаж разбитого российского танка укрылся от артиллерийских снарядов в воронке. И обнаружил в ней российского солдата, который истекал кровью уже второй день. За это публика типа Стрелкова разносит такие бессмысленные штурмы, на чем свет стоит. Вот уже год сражения под Авдеевкой и Марьинкой превращают все боевые подразделения в призраков. В батальонах, где на бумаге числятся до 500 человек, в реальности воюют по 200-300. Происходящее в Z-пабликах иллюстрирует как-то так. Командование приказало роте штурмовать украинский опорный пункт. В роте вместо ста солдат трое. Командир роты отказался идти в атаку и его отправили в военную тюрьму. Одного солдата убило, а второго ранило. Лежит он, значит, в поле и запрашивает эвакуацию, а ему отвечают. Так у вас же там целая рота, эвакуируйтесь своими силами. И эта история совершенно точно передает атмосферу. Российское командование отвоевывает метры сотнями жизней и сжигает десятки единиц бронетехники в день. Закономерный результат такого наступления – провал. Не выполнена ни одна важная военная задача. Не взят ни один ключевой украинский город на направлении. И это еще ВСУ не перебросили под бахмут или угледар бойцов, которые осваивают западную технику. Они по-прежнему проходят обучение в Европе и готовятся к наступлению. Правда в том, что Украина тоже дорого заплатила, чтобы сохранить возможность наступать. Во-первых, у ВСУ тоже снарядный голод. Из-за нехватки снарядов и мин украинские солдаты вынуждены вести ближние бои. В результате солдаты буквально утопают в стрелянных гильзах, заполняющих окопы. Во-вторых, ВСУ тоже несут большие потери. Настолько большие, что западные и украинские генералы расходятся в оценках боев за бахмут. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что Украине лучше отступить. А ВСУ продолжают искать новые части, чтобы остановить продвижение российских сил под бахмутом. В результате туда пришлось перебросить американские бронетранспортеры М-113 и их нидерландский вариант. Позже американский главнокомандующий Марк Милли признал, что украинская линия обороны у бахмута надежная. Но это достижение далось страшной ценой. В марте Вашингтон-Пост опубликовал статью о боевом и моральном состоянии ВСУ. В статье приводились комментарии командира одной из украинских бригад, которая обороняла бахмут. Украинский офицер рассказал, что его батальон регулярно пополнялся за счет малообученных солдат, которые быстро гибнут или получают ранения. Так, по его словам, из 500 солдат его батальона 100 были убиты, а 400 получили ранения. Затем его батальон пополнился сотней бойцов, среди которых профессиональным оказался всего лишь один комбат. В итоге подразделение перестало существовать как организованная единица. А самому военному, который служит ВСУ все 9 лет войны, а в феврале 1922 года оборонял Киев, пришлось написать рапорт об увольнении из-за того, что предал ситуацию огласке. При этом украинские военные аналитики косвенно подтверждают его слова. Например, Николай Белесков говорил, что из-за потерь, травмы, моральной усталости ВСУ были вынуждены затыкать дыры на фронте батальонами территориальной обороны. В итоге бахмут стал местом страшного размена. ВСУ удерживают город только потому, что локальная линия обороны и городская застройка позволяют убивать больше солдат противника, чем терять своих. Более того, вагнеровцы настолько глубоко увязли в боях в городской застройке, что Пригожин стал крайне вежливо просить Шойгу по фланговой страховке. ВСУ, дескать, стягивают под бахмут новые силы, и если ударят Вагнер с флангов, то сам ЧВК и окажется в окружении. Однако серьезных контрударов ВСУ пока не наблюдается под бахмутом. Тот же Белесков говорит, что украинская армия находится в переходном периоде. С одной стороны, она сильно разрослась за счет войск терробороны, а это по оценке Белескова 130 тысяч бойцов, то есть около седьмой части всех сил обороны Украины, считая военных, полицию, спецназовцев и пограничников. С другой стороны, для них прямо сейчас усиленно ищут компетентных офицеров, командиров рот и батальонов. Именно эти командиры решают, как использовать силы и ресурсы на поле боя. Чтобы решить проблему кадрового голода в армии, украинский парламент пошел на беспрецедентную меру. На период военного времени Рада разрешила давать офицерские звания бойцам, у которых нет высшего образования, но есть опыт боевых действий. С одной стороны, такие люди столкнутся со сложной военной бюрократией, но с другой, такой мощный социальный лифт может значительно обновить украинскую военную машину, сделать ее более эффективной и открытой для новых идей и решений. Будущее наступление Украины важно для нее не только в военном плане, но и в политическом. ВСУ пытаются разрушить мнение о затяжном характере войны, распространяемое в западной прессе. Западные обозреватели пишут, что война дошла до той точки, когда ни одна из сторон не может кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Западные союзники Украины должны увидеть эффективность украинской армии, ведь именно это с большой вероятностью стимулирует новую волну поставок экономической помощи. Тоджебелесков, однако, советует оценивать ситуацию более приземленно. По его словам, у ВСУ будут ресурсы для проведения одной масштабной наступательной операции, и если она принесет ощутимый военный успех, Киев значительно усилит свою переговорную сторону. Но не за столом с Москвой, а со своими западными союзниками. Украина заинтересована в гарантиях безопасности. Киев, естественно, хочет обезопасить себя от дальнейшей российской агрессии, наладить мирную жизнь, создать условия для развития бизнеса, вернуть беженцев. В общем, дать Украине возможность жить более-менее нормальной жизнью. С членством Украины в НАТО вопрос пока не стоит, но западные аналитики называют и альтернативный вариант. НАТО, например, мог бы заключить долгосрочный контракт по поставкам вооружений в Украину с разворачиванием совместного военного производства под зонтиком стран НАТО. Конечно, пока это только разговоры, а вот для будущего наступления ВСУ кое-что уже сделано. Первый важный момент. Европейцы ищут способы утолить снарядный голод ВСУ. Недавно в Европе развернули программу по производству миллиона боеприпасов калибра 155 мм для ВСУ. Это в три раза больше, чем Европа давала Украине за целый год. Боеприпасы Киев будет получать на протяжении всего следующего года. В то же время американская пресса пишет, что Вашингтон испытывает трудности с тем, чтобы развернуть дополнительное производство таких боеприпасов. Стоит заметить, что мы говорим о снарядах только одного калибра. Дело в том, что калибр 155 мм в ближайшем будущем станет основным для Украины. Прямо сейчас ВСУ избавляется от своих советских пушек и расстреливает последние крохи советских боеприпасов Европы. Проблему бесперебойных поставок страны Запада все еще будут решать. Но сейчас уже понятно, что Украине все-таки будет чем стрелять в этом году. К тому же в двух последних американских пакетах военной помощи в Украину отправили исключительно боеприпас. Артиллерийские для пушек, для химарсов, танковые и даже для бронемашин Брэдли. Причем их количество чуть не впервые засекретили. А вот с российской стороны подвижек в этом плане не видно. Понятно, что от российских военных чинов не стоит ожидать серьезных дискуссий об обеспечении фронта. Но сам факт, что Z-общественность вроде того же Стрелкова надеется только на китайский ленд-лиз, весьма симптоматичен. Второй важный момент. Украина получила рекордные поставки бронетехники. Глава Пентагона говорил, что ВСУ получит около 150 танков Леопард и около сотни бронемашин Брэдли. Это только официально. Леопарды и Брэдли уже поступают в Украину. Причем первые партии бронемашин Киев получил еще в начале января. Параллельно ВСУ получают и первые леопарды из Польши и Норвегии. А в той же Польше и Испании продолжается обучение экипажей леопардов. Украинская пресса пишет, что учения подходят уже к концу. Бойцы готовятся по интенсивной программе. Время поджимает. В украинских степях уже устоялась плюсовая температура. Осталось дождаться, пока пройдут весенние дожди и подсохнет почва. На это, по разным оценкам, может потребоваться около месяца. Если исходить из озвученных Остином цифр поставок бронетехники и предположить, что все они будут пущены в наступление, то Харьковское или Херсонское контрнаступление ВСУ покажется российской армией цветочками. Самым сложным вопросом для Украины остаются самолеты. Украина просит у США истребителей F-16, но тут переговоры идут туго. Некоторые американские военачальники сомневаются, что авиация способна пробить российское ПВО на линии фронта. Пока Украина получает модернизированные советские МИГи с израильской авионикой от Словакии и Польши. На одном из главных вопросов, где именно будет идти наступление, похоже, все эксперты сошлись. Это юг. Предполагается, что возможно нанести один успешный удар на Мелитополь, Бердянск, Мариуполь или даже на все эти города одновременно. И прорыв ФСУ к Азовскому морю разделит российский фронт надвое. Российское командование получит две отдельные группировки войск, Крымскую и Донбасскую, по которым станет сложнее распределять ресурсы. Группировки будут сообщаться между собой по огромному крюку через Крымский мост. Наступать в сторону Азовского моря надо будет на относительно небольшую глубину, 80-90 километров, по ровным степям, без крупных городских агломераций, в боях за которые можно завязывать на несколько месяцев. Ровно так, как завязала российская армия на Донбассе. Чтобы отказаться от такого очевидного варианта наступления, нужно иметь еще более соблазнительную альтернативу. Она всего одна — Луганское направление. От нынешней линии фронта вглубь до самого Луганска на сотни километров растерлается такая же ровная степь без каких-либо агломераций. Кстати, совсем не обязательно, что наступление пойдет только по одному направлению. Классика военного искусства учит, что необходимы отвлекающие или вспомогательные удары, чтобы противник либо перебросил на них ресурсы, либо растерялся и не решился ввести их в бой, пока не определит, какой из ударов главный. И все же много факторов указывает на приоритет удара на южном направлении. В последнее время участились звонки американского и украинского главкомов Марка Милли и Валерия Залужного с участием двух генералов, которые прямо отвечают за конкретные участки фронта. Один из них — Александр Тарнавский, командующий южной группировкой ВСУ на соответствующем направлении, где сейчас не идет значимых боев. И, кстати, на юге ВСУ уже проводит мелкие разведки боем. Спикер южной группировки прямо заявил, что это подготовка к контрнаступлению. Как бы там ни было, объемы привлеченных ресурсов намекают, что наступление ВСУ, скорее всего, станет более масштабным, чем Харьковское и Херсонское. А значит, мы можем стать свидетелями одной из самых крупных общевойсковых наземных операций в Европе со времен Второй мировой войны. И это автоматически означает, что армия Российской Федерации столкнется с самым серьезным военным испытанием в своей новейшей истории. А как российское командование готовится отражать наступление? Судя по всему, никак. Российская армия по-прежнему отстает в вопросах связи и разведки. Нет свидетельств, что как-то решается проблема со снарядным голдом. Вообще считается, что обороняться всегда легче, чем наступать. Но для этого армия должна опираться на сеть мощных инженерных укреплений, глубоких окопов и недосягаемых для снарядов противника больших блиндажей, которые могли бы разместить всех, кто служит на конкретном опорном пункте. Пока российская армия в подготовке к обороне значительно отстает от ВСУ. Хотя спутниковые снимки показывают, что серьезные российские укрепления стали появляться на юге, причем как ближе к фронту, так и в тылу, в Приморском Бердянске, например. Подобные окопы на берегу Каховского водохранилища и под Запорожьем показал вечно оптимистичный военкор ВГТРК Александр Сладков. Но его репортаж тут же раскритиковала Z-публика. В частности, военный блогер Андрей Морозов, который воюет на Донбассе уже 9 лет, отметил ключевые недостатки таких окопов. Во-первых, они неглубокие, и бегать там придется, согнувшись в таре погибели. Во-вторых, они прямые на десятки метров. То есть, если в такой окоп заберутся солдаты противника, они смогут простреливать его по всей длине до ближайшего поворота. Оборонять такие траншеи будет очень тяжело. Те же ВСУ еще с 15-го года роют глубокие, извилистые окопы, чтобы в случае, если часть захватит противник, его можно было изолировать на уже захваченном участке, а самому укрыться от неприятельского огня. К тому же, роют такие окопы не военные инженеры, а гражданские структуры. Это можно было бы понять, если бы фронт стремительно откатывался назад, и важно было бы, чтобы укрепления просто рыли, хоть как-то, хоть военный инженер, хоть черт лысый. Но фронт у Запорожья вообще-то стабилен с апреля 22-го года. В общем, времени обстоятельно подготовиться было много, но там не то, что далеко не все сделано по военной науке. На всем юге, прямо от Хаховского моря и до самого Углядара, российские укрепления не составляют единой оборонительной линии вообще. Кроме того, российское командование практически лишилось возможности наносить удары по скоплению ВСУ в прифронтовых районах. Артиллерия туда не достает, может достать авиация, но она не способна прорвать прифронтовую ПВО, а лупить дорогущими эскандерами по блиндажам на 10 человек очень затратно. Единственное, что может сделать сейчас российское командование, уничтожать логистику будущего наступления точными ударами ракет, например, ударить по складам с горюче-смажечными материалами в прифронтовых районах или по пунктам ремонта бронетехники. Но дело в том, что такие ракетные атаки, чтобы стать эффективными, должны быть постоянными. А с этим могут быть проблемы. Ракетные запасы российских войск значительно истощились в войне против украинских электростанций. Теперь, чтобы отправить очередные 60-70 ракет по Украине, их собирают по всей России почти три недели. А на днях украинская разведка сообщила, что российские ракетчики могут наконец сменить приоритеты в пользу ударов по военной инфраструктуре. А тем временем, Киев постоянно усиливает ПВО. Сейчас, по данным Генштаба Украины, ВСУ сбивает более 80% российских ракет и ударных дронов «Шахид». Но даже с такими успехами украинского ПВО ракетные атаки теоретически могут помешать ВСУ готовить логистику для наступления. Сегодня мы наблюдаем уникальный этап войны. Мы впервые приходим к тому, что России придется отражать широкомасштабную военную операцию Украины. Операции ВСУ под Харьковом и Херсоном были классическими контрударами. Тогда у Украины на короткий период времени появился ограниченный ресурс, чтобы провести короткое наступление, пока противник наступает в других местах. Теперь же ситуация радикально изменилась. Все знают, что украинское наступление будет. Все знают, где оно приблизительно будет и когда. А российская армия просто не может не отсрочить свое самое большое испытание за последние 30 лет, не нанести удар, чтобы его предотвратить. Ожидаемое контрнаступление вооруженных сил Украины решающий этап войны. Впервые в своей истории российская армия будет действовать в стратегической обороне против сопоставимой военной силы. Если российские войска изыщут приемы и способы, чтобы выстоять против армии в значительной степени уже укомплектованной по натовским стандартам, это будет означать, что у Путина есть ресурс для затягивания войны. Не для победы, конечно, но для пролонгации военных действий. Но если вооруженные силы Украины, на стороне которых разведка и снабжение от всего Запада реализуют свой замысел, если они смогут ошеломить российскую армию, то обрушение фронта станет лавинообразным. Российские войска будут деморализованы. Они не смогут и не захотят отстаивать каждую пять чужой земли. В таком случае сроки окончания войны можно будет рассчитывать просто исходя из скорости продвижения ВСУ, даже не принимая во внимание спорадическое сопротивление российских войск. Посмотрим, что будет. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин